Добрый вечер. С 1 сентября на дорогах страны устанавливаются новые нормы ответственности за нарушение правил дорожного движения. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штрафы возрастут в разы. Минимальный размер санкции возрастет со 100 рублей до 500, максимальный с 5 до 50 тысяч. За что и сколько будут платить нерадивые участники дорожного движения? Об этом наш сегодняшний видеоматериал. Главное нововведение осени – увеличенные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменения настолько кардинальны, что затронули практически каждую статью административного кодекса. Штрафы с 1 сентября поднимутся в разы. К тому же теперь будут учитываться повторные нарушения одних и тех же статей ПДД. Так, например, непристегнутый ремень безопасности теперь обойдется водителю в 1 тысячу рублей вместо 500. Для любителей разговоров по телефону за рулем предусмотрен штраф в полторы тысячи. Это в пять раз больше существующего. Проезд на красный сигнал светофора будет стоить тысячу рублей, а при повторном нарушении в течение 12 месяцев – возможное лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Кстати, теперь удостоверение нарушитель должен будет сдать самостоятельно. Водительское удостоверение не будет изыматься у человека, если он попадает под ту статью, где идет изъятие водительского удостоверения. Но он должен будет водительское удостоверение сдать с момента вынесения судебного постановления, что его лишили. Если же он его не сдаст, водительское удостоверение, у него начинается срок лишения права управления. И за данное нарушение введена такая же санция, как штраф в размере 30 тысяч рублей. То есть водитель останавливает на дороге, инспектор ДПС, пробивает по базе, он чистится лишенным права управления, но не сдал водительское удостоверение. К нему применяется такая санкция, как штраф 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток, а также возможность права работы от 100 до 200 часов. Не могли обойти законодателей главную причину ДТП на дорогах страны, в том числе и со смертельным исходом пьянства за рулем. Теперь любители выпить будут не только лишаться права управления транспортным средством, но и платить солидный денежный штраф. Раньше было применительно только лишение от 1,5 до 2 лет, сейчас будет применяться водитель устанкция такая как 30 тысяч рублей и лишение от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении раньше было лишение до 3 лет, сейчас будет применительно станция 50 тысяч рублей и 3 года лишения права управления. Эта же норма распространяется и на передачу управления транспортным средством лицу в состоянии алкогольного опьянения. А вот для тех, кто не имеет водительских прав, но все же сел за руль, новые правила предусматривают штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Сейчас он равен 2,5 тысячам. Для любителей полихачить новые поправки также приготовили определенные сюрпризы, которые отрицательно скажутся на кошельке. Теперь за превышение скорости от 20 до 40 километров в час будет применяться штраф 500 рублей. Сейчас 300. От 40 до 60 тысяча полторы, при повторном 2-2,5. Для тех, кто забыл, что дорога это не гоночная трасса и уложился в лимит превышения от 60 до 80 километров в час, штраф будет составлять 2-2,5 тысячи рублей. Для рецидивистов лишение прав на один год. И, наконец, если лихач превысит разрешенную скорость более чем на 80 километров в час, он либо заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишится прав на полгода. При повторном нарушении однозначное лишение прав на год. Правда, есть и небольшое послабление. Теперь превышение скорости до 20 километров в час таковым не считается, а значит и не штрафуется. Отдельно для водителей, у которых есть детки, хочу остановиться. За детское удерживающее устройство у нас сейчас штраф по старому законодательству 500 рублей, по новому законодательству будет 3000 рублей. Поэтому дешевле будет водителям и родителям купить кресло, чем один раз заплатить штраф в 3000 рублей. Поправок очень много, поэтому стоит потратить свое личное время и ознакомиться с ними. А лучшее советуют инспекторы просто не нарушать. Тогда эти знания вам и не пригодятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!